Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Север. С вами я, Иван Никонов. Сегодня, 2 августа, в Ненинском округе отмечается главный праздник тружеников Тундры – День Оленя. Накануне в оленеводческой общине «Канин» с рабочим визитом побывал и поздравил оленеводов с праздником глава региона Александр Цибульский. В Ненинском округе продолжается избирательная кампания. Сегодня состоялась жеребьевка на бесплатное агитационное время в теле- и радиоэфире Ненинской телерадиокомпании среди кандидатов в собрание депутатов НАО. Холодное северное лето и неутешительные прогнозы метеорологов в мэрии Наринмара рассматривают возможность возобновления отопительного сезона. Очередной адрес мероприятий по благоустройству в городе Наринмарин находится на пересечении улиц 60 лет СССР и Ленина на месте пустыря, оставшегося после сноса Ветхого дома. Сегодня, 2 августа, в официальном календаре Ненинского округа праздник День Оленя. Накануне глава региона Александр Цибульский побывал в Канинской тундре и поздравил оленеводов общины «Канин» с главным праздником округа. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Оленя, проходят в эти дни во всех оленеводческих хозяйствах Ненинского автономного округа. Во-первых, хочу всех поздравить с Днем Оленя. Мы сегодня собрались для того, чтобы отметить замечательный, наверное, главный в нашем округе праздник. Праздник, посвященный людям, которые составляют на самом деле историю и основу нашей земли. Поэтому всех с праздником! Поездка губернатора на полуостров Канин носила не только праздничный, но и рабочий характер. Вместе с главой региона в ней приняли участие представители окружного собрания депутатов и профильных органов исполнительной власти Ненинского округа, глава Заполярного района. Руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива «Ненинская община Канин» Алексей Латышев на встрече с губернатором рассказал о работе хозяйства, которое объединяет около сотни оленеводов и чумработниц. В состав сельхозкооператива, базовым поселением которого является село Несь, входит 7 бригад. Общее поголовье хозяйства на начало текущего года составило более 15 тысяч голов оленей. В период убоя оленеводы общины Канин произвели 67 тысяч 400 тонн мяса, тогда как годом ранее эти показатели были значительно ниже. Основная часть продукции оленеводства была направлена на переработку в Наринмар. В 2019 году размер субсидий оленеводческому хозяйству составил более 14 миллионов рублей. Вместе с тем Александр Цибульский обсудил с руководителями бригад общины Канин вопросы, которые волнуют оленеводов. Речь в частности шла о превышении оленей емкости пастбищ. Это происходит из-за выпаса частного поголовья. Кроме того, оленеводы рассказали губернатору о том, что серьезной угрозой для оленях стад становятся медведи и волки. И обратились к главе региона с просьбой увеличить квоту на добычу хищника. По итогам встречи Александр Цибульский дал ряд поручений представителям региональной администрации. Ну и, конечно же, на Канине отметили главный праздник Ненецкой тундры. Гости поздравили ее хозяев с Днем оленя. Глава региона наградил победителей соревнований по национальным видам спорта. В эти дни в тундре много детей. Школьники на летние каникулы вернулись к родителям. Говорят, в городе хорошо, а дома лучше. Меня тут живет мама и папа. У меня папа, он ездит в стадо, королит. Потом мама готовит хлеб, печет. И папа ездит за дровами на оленях с воздом. И мама, она вкусно готовит, блинчики умеет. Еще хлеб в печке готовить и на печке. А мы, мы дети, мы играем в оленей, там запрягаемся на веревке, кушать заделываем и катим одного из детей. Во время массового сбора семей оленеводов на праздничные мероприятия медики проводят необходимую прививочную кампанию. У меня в плане это провести детям профпрививки. То есть от трех месяцев до восьми лет. В плане где-то 13 человек будем работать. На традиционный праздник Дня оленя в Канинскую тундру порадовать своим творчеством местных жителей прилетел гармонист из Санкт-Петербурга. Игорь, расскажите, пожалуйста, откуда вы, с какой целью вы приехали, как часто вы здесь бываете и ваши впечатления? Впечатления сказка. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, телеканал «Север». Здравствуй, русский «Север». Это мечта, это все. Сюда приезжаешь, здесь просто душа отдыхает. Большой репортаж Екатерины Дементьевой о буднях оленеводов и празднике Дня оленя в Ненецкой тундре смотрите на телеканале «Север» в понедельник. Иван Никонов, Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Сегодня в Ненецкой телерадиокомпании состоялась жеребьевка по распределению бесплатного времени для агитаций в эфире телеканала «Север» и радио «Север-ФМ». Среди зарегистрированных кандидатов, выдвинутых в окружное собрание депутатов по одномандатному избирательному округу номер 8 «Городецкий». В Ненецком округе набирает обороты избирательная кампания на выборы различного уровня, которая завершится в единый день голосования 8 сентября. «На сегодняшний день зарегистрировалось более 150 кандидатов в муниципальных образованиях, то есть это по городу, по Заполярному району и в целом по поселениям. Плюс 5 кандидатов у нас зарегистрировано на окружное собрание по 8-му городецкому округу. В настоящий момент все зарегистрированы кандидаты». Агитационный период в средствах массовой информации начинается за 28 дней до дня голосования. Бесплатное время для кандидатов предоставляется только кандидатам в депутата окружного собрания и только в будни. В эфире телеканала «Север» и радио «Север-ФМ» агитационный период стартует 12 августа. «У всех кандидатов в депутаты от разных партий равные права. Каждый из вас должен выбрать конверт, в котором будет указан номер. Согласно этому номеру кандидаты будут со своей предвыборной агитацией выходить в блоках в соответствии с нумерацией. Первый, второй, третий, четвертый и так далее». Сегодня все зарегистрированные кандидаты лично или через официальных уполномоченных получили равные права и равные минуты эфирного времени для проведения агитаций. Это Андрей Жинь, представляющий партию ЛДПР. Татьяна Антипина, кандидат КПРФ. Андрей Попов, представитель политической партии «Единая Россия». Марина Банникова, партия «Родина». И Ирина Айдулина, представитель партии «Коммунисты России». В рамках агитационного периода в эфире предусмотрено также проведение дебатов между кандидатами, участие в которых для них обязательно. Как отмечают сами кандидаты в депутаты регионального парламента, избирательная кампания проходит в нормальном рабочем режиме. «Избирательная кампания в Ненецком округе проходит спокойно, размеренно. Наверное, сейчас еще рано говорить о каких-то таких сильных подвижках или лидерах даже избирательной кампании. Все в равных условиях, все достаточно корректно себя ведут. Ну, в общем-то, никаких сложностей нет. Со стороны непосредственно уже тех структур, которые нам предоставляют и в печатных изданиях, и на телевидении, свободное время для рекламы, для нашего выступления, делается все достаточно подготовлено. Нам уведомляют нас, нам все рассказывают, и достаточно досконально. Учетом того, что я уже начал ходить по территории, я хочу сказать, что у населения есть интерес к выборам, и они заинтересованы, чтобы выборы состоялись. С людьми общаюсь, соответственно, люди дают свои наказы, пожелания, которые будут включены в программу действий. Соответственно, наказы разные, по-разному территории разные. То есть где-то люди беспокоятся о детских площадках, где-то не устраивают парковочные места, где-то коммуналка интересует. Но все эти наказы будут собраны в один комплекс мероприятий. Избирательная кампания в Ненинском автономном округе продолжается. Сейчас комиссии перешли к следующему этапу избирательной кампании. Это изготовление бюллетеней, подготовка списков избирателей, избирательные документации, информационные плакаты. То есть села уже начали заказывать избирательные бюллетени. Ну и потихоньку город и район тоже сейчас приступят к этому. Иван Никонов, Ольга Малыгина, Леонид Шишелов, Телеканал Север. К другим новостям. Гидрометцентр предупредил об аномально холодном августе в средней полосе России и в большинстве регионов северо-западного округа. Не радует прогноз погоды и жителей Ненинского округа. В Наринмаре в связи с низкими температурами может быть возобновлен отопительный период. Вопрос рассматривается в администрации Наринмара и в ресурсоснабжающих предприятиях. В ОКТС все котельные уже готовы к началу централизованного отопительного сезона. Управляющим компаниям необходимо уведомить предприятие о готовности подачи тепла в дома. У вас дома тепло? Какое тепло? Ну так ничего. Вот вчера кое-что пекло так стало. А так 20 градусов. Ну холодно. Холодно. Ветра как раз дует в окна и все. И не знаем, что они включают. Ну мы не мерзнем. Тепло мы ходим раздеты. Но я правда носки одеваю, потому что пол не такой уже теплый, как тогда, когда есть отопление. В зале в большом прохладно. То есть там мы только днем пребываем. А в кухне сфим. Ну так-то вроде как свежо. Так у нас обогреватели есть иногда включаем. Ничего страшного. У вас дома холодно? Холодно. Холодно? Да. А как вы спасаетесь? Греемся. Как греетесь? Спортом. Пока о готовности к возобновлению отопительного сезона заявила половина управляющих компаний. А в ТСЖ в Дворянское гнездо квартиры уже отапливаются, поскольку дом имеет автономную котельную. Остальные управляющие компании продолжают готовить внутридомовые сети к приему теплоносителям. С 5 по 20 августа муниципальная комиссия проведет обследование образовательных объектов города. А с 10 августа начнут проверять жилфонд. По российским нормам отопительный сезон в населенных пунктах начинают, когда среднесуточная температура в течение 5 дней не превышает 8 градусов тепла. По усмотрению муниципалитета тепло в дома может быть подано раньше. Ведь по прогнозам синоптиков повышение столбиков термометра в этом месяце не предвещается. По сравнению с предыдущим годом, значит у нас вот июнь 2018 года среднемесячная температура составила 6,3, что почти на градус выше со среднемесячной температурой июня этого года. Также в июле температура у нас среднемесячная получилась 13,8, а в прошлом году она была 15,4, что тоже выше. Конечно, мы можем сделать выводы о том, что в прошлом году, в эти месяцы было гораздо-гораздо теплее. Это лето у нас выдалось холодным. Добавлю, уже к предстоящему понедельнику порывы ветра значительно снизятся. Но температура воздуха, по предварительным данным, останется прежней. Наталья Кислякова, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Приятные новости для тех, кто собирается в августе на черноморские курорты. В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края ожидаются условия, близкие к обычным. То есть дневная температура будет в пределах 25-30 градусов тепла, а временами поднимется и до 32. В Краснодарском крае, в Анапе, по путевкам мать и дитя отдыхают жители Ненецкого округа. Представитель уполномоченного встретился с руководством учреждения. Медицинским персоналом, поварами, персоналом третьего корпуса осмотрел номера. Отмечается, что в целом отдыхающие довольны условиями санатория. Здесь организовано полноценное питание по системе шведского стола. Больных с сахарным диабетом кормят 8 раз в день. В номерах имеется всё необходимое для комфортного отдыха. А лечение назначается квалифицированными врачами в полном объёме. В этом убедилась и семья Терлецких. Процедуры сами по себе очень разнообразные. По времени достаточно, они такие продолжительные. Мне рассказали, что достаточно серьёзные процедуры – это и массажи, это и прогревание, это и фито, возможно, всякие процедуры, грязи, грязевое лечение. То есть всё вполне, то, что врач назначил, то и, собственно, они проходили. Лечение проходили жена и дочь по путёвке мать и дитя. В этом году за счёт окружного бюджета приобретено 494 путёвки мать и дитя на общую сумму около 29 миллионов рублей. В санаторно-курортные учреждения могут отправиться дети в возрасте от 4 до 12 лет, имеющие третью группу здоровья, и дети от 4 до 15 лет с 6 и 5 группами здоровья в сопровождении одного взрослого. Это может быть один из родителей, опекун или близкий родственник, бабушка или дедушка. Продолжительность пребывания в санатории одного ребёнка с родителем составляет 21 день. При этом в стоимость одной путёвки входит лечение по основному заболеванию, а это не менее 8 видов медицинских процедур. Врач санатория разрабатывает для каждого пациента из Ненецкого округа отдельную программу обследования, комплекс лечебно-оздоровительных процедур и диету. К началу сентября на пересечении улиц Ленина и 60 лет СССР будет построена площадка из брусчатки с тротуарами. Согласно контракту, работы начнутся на следующей неделе. Территория будет предназначена для размещения торговых павильонов. В одном месте после благоустройства разместятся торговые точки с рыбной, мясной, овощной и другой продукцией. Сейчас на месте будущей благоустроенной площадки и новых тротуаров пустырь, оставшиеся после сноса ветхого дома. И привычные жителям Кармановки торговые павильоны. На время благоустройства индивидуальные предприниматели временно переставляют свои торговые объекты. Ради того, чтобы в городе было красиво, здесь красиво сделают, да, всё. Эти неудобства значения не имеют, не имеют ради будущего. Всё будет хорошо, увидите. Временные неудобства для предпринимателей связаны с исполнением муниципального контракта по благоустройству территории, в зону которой попадают и нестационарные торговые объекты. Стоимость работ составит порядка 2,5 миллионов рублей. Площадку из брусчатки будем выполнять и тротуар. Замена тротуара существующего, который по улице Ленина идёт. Там мы его будем из брусчаточки делать. И плюс дополнительный тротуар ещё у нас будет. Вот 60 лет эсэр, 100 хлебного магазина сюда. И площадка. Порядка всё, площадь займёт где-то 730 квадратных метров обустройство этой площадки, брусчаточки. После завершения работ павильоны вернутся на свои места. Завершить работы по благоустройству на этом участке планируется до 15 сентября. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. 9 августа Международный день коренных народов мира. Этнокультурный центр Ненинского округа приглашает всех желающих принять участие в уникальной акции «Свой среди своих». Главное условие – наличие национального костюма. Участнику акции предлагается провести один день в своём традиционном наряде. При этом не забывать публиковать фотографии в социальных сетях. И делиться впечатлениями с интернет-пользователями. Мы 7 августа приглашаем всех потенциальных участников. У нас на сегодняшний день их около 40. Это и представители разных организаций. Это также на Реймар населённые пункты и некоторые другие города. То есть участников несколько-то побольше. Часть из них пользуются костюмами традиционными, которые есть в наличии в этнокультурном центре. Всех снабдить не сможем, но кому-то поможем обязательно. Есть люди, которые за этот год сшили сами себе костюмы личные. Вот, собственно говоря, акция на это и направлена, чтобы люди на большие торжества, как это раньше было в нашей стране, как это есть в некоторых других странах, имели свой личный традиционный костюм и не стеснялись им пользоваться. Если вас заинтересовала акция и вы хотите провести 9 августа в необычной атмосфере, организаторы мероприятия «Этнокультурный центр» просят сообщить о своём участии по телефону 2-16-94 или 2-16-92. Напомню, данная акция призвана подчеркнуть своеобразие национальных культур разных народов, важность сохранения традиций, красоту и уникальность народного костюма. Это были все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.